Ну что, ребята, так как сегодня у нас Масленица... Первый, первый микрофон! Мы, конечно же, не можем обойти ее стороной, поэтому первое стихотворение, которое было написано в прошлом году, 1 марта. Да, я забыла сказать, что весь мой сегодняшний... То есть, все мое сегодняшнее выступление будет проходить под названием «От весны до весны», то есть хроника ковидного года. От марта до марта. Да, все наши эмоции, все наши чувства, которые выражены были мной на бумаге. Проснулась в прошлом году, кстати, прощенное воскресенье было 1 марта. Сегодня оно опоздало на две недели, но тем не менее. Проснулась первая весна, и что же вижу я? О, Боже, в снегу дородная сосна, и стройный клён присыпан тоже. Какие клешем ручьи? Ледок похрустывает звучно, на ветках вовсе не грачи, Вороны выседают тучно. А где, скажите, солнца луч и благодушие протален? Лес опрометчиво дремуч и тишиной ортодоксален. Рубеж сезонов стыл и свеж, крадётся моросью за город. Машин стремительный кортеж упрямо тянется за город. Блины, костёр и маскарад. Зимы киношное сожжение, но каждый и прощён, и рад. В благое это воскресенье. Да, к сожалению, так случилось, что наша вполне налаженная, катившаяся по рельсам, счастливая жизнь была в прошлом году нарушена этим проклятым, можно сказать, ковидом. Сколько тогда было эмоций, сколько было чувств, сколько новой информации мы тогда получили, каждый день новые ролики. Мы начали задавать себе новые вопросы, может, даже не новые, а старые, наверное, наоборот, вопросы. Что, где, когда, кто, зачем, почему, что делать и так далее. Да, вот. Эта информация нас повергала то, как бы, в печали грусть, то немножечко поднимала более-менее положительное. Мы с трудом разбирались в том, что вдруг внезапно начало происходить в нашем обществе. Ну, а так как мы все с вами, в принципе, патриоты, потому что первое достоинство цивилизованного человека это, конечно же, любовь к родине. Мы очень все это переживали тяжело. И по отношению к самим себе, и по отношению к стране, которую мы так любим, и которую вдруг неожиданно решили опустить. А рана, нанесенная родине, естественно, переживается людьми в глубине своего сердца. Но даже еще, может быть, чуть-чуть время до ковида, мы уже немножечко понимали, что что-то где-то, но все-таки идет у нас не так. И вот однажды, встретив в интернете стихотворение Ибн Ильиса, оно начиналось строчками В просторном тереме природы, я написала следующее. В просторном тереме природы Уже давно такой бардак, Что и готические своды, не своды, Так себе чердак. Мы не хозяева, не гости, Бредем по закоулкам дней, На нас давно играют в кости При свете алчущих огней. Да, будет, может быть, награда, Но лучшее все же, чтобы в срок. Ну а пока перо, бумага и сердце. Божий уголок. Конечно же, мы понимали, что все, что произошло, произошло не случайно, Что этому есть какие-то предпосылки, Что за этим стоят какие-то вполне определенные люди. И поэтому первое мое стихотворение Было обличительным, естественно, И даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, взяла я эпиграфом слова Высоцкого. Вы там добалуетесь и доизвлекаетесь. И стихотворение называлось Всем, кто причастен. Как надо было растерять И благочестие, и разум, Чтоб бесконечно воевать Со всем прекрасным миром сразу. Ну что вам сделали, грачи? Они безвредные, поверьте. Зачем вы ищете ключи От всех дверей, ведущих к смерти? Чем насолили вам леса, В которых властвует прохлада, Но вам приятнее голоса, Что окликают вас из ада. А дети, может, не правы, Являясь продолжением рода, Или не способствуют, увы, Приросту вашего дохода, Вы выбиваетесь из сил, Чтобы отравить и уничтожить. Но кто, однако, Разрешил вам в жизни Просто так и тожить? Зачем, скажите? Почему вы убиваете планету? Мы предъявляем вам вину И призываем вас к ответу. И дальше идут размышления, Что, зачем, почему, Как же это все-таки могло случиться? Что-то небо сегодня Сутулица, День никак не похож на пикник, Снег шагает по сумрачной улице, До отказа подняв воротник, Мчится облако странной конструкции По просторам бескрайних небес. В результате природной деструкции Остановлен весенний процесс И лицом на себя непохожее Тянет лямку устала земля, И зима ныне волею Божию Начинается ровно с нуля. В карантинном сием моратории Надо как-то распутать петлю. Видно мы, на дорогах истории Потеряли свою колею. Мы помним, что как раз все это произошло в пост, Поэтому следующее. Все случилось именно в пост. Вот сидимся в своих домах, Чтоб не вывезли на погост. Так велик у смерти размах. Все сидим, депутат, певец, Врач, учитель и мойщик стен. Показать нам решил отец. Все едины, все будем тлен. Вспоминай, что гордыня грех, Обезумевший жалкий мир, Что польшивый пустой успех. Это дьявола громкий пир. Потеряли мы веру и страх. Бьем поклоны, да не о том деньги. Общий духовный крах. Душа, как будто бы в горле ком. Ныне взнуздан свободы бес, Словно бешеный в пене конь. Чтоб задумались, Вдруг с небес Не сойдет Священный огонь. Дальше Появилась какая-то грусть и даже отчаяние. Мы начали понимать, Теперь мы будем просто выживать. А жизнь, Она помчит со стороной, Какой-нибудь дорогой иною, Где на нее Не вздумают плевать, Где будут сохранять любой листок, Любой родник, И росистые травы, Где не готовят Никакой отравы И не грибут, Как бешеные, Впрок. Теперь мы будем Просто время длить. Мгновение Не скажется прекрасным, Ведь все вокруг Становится опасным. И небо рвет Невидимую нить. Потом стало как бы ясно, Очевидно, Что мы на пороге, На пороге тумана и тьмы, Наши души В глубокой тревоге И в отчаянии Наши умы. Очевидно, Нас косит Зараза, И частенько Редеют ряды, Нас теперь Убивают Не сразу, А путем Зараженной Среды. Но кому-то же Все это нужно, Но ведь кто-то же Выстроил план Свои взоры, Поэтому Дружно Обращаем мы За океан, Жизнь окутав Тяжелым дурманом И посеяв В глухую вражду Кукловоды, Что за океаном На народы Справляют нужду. Им все мало И горя, И злато, И по горло Купаясь в деньгах, Они травят И друга, И брата, Погрязая В змеиных грехах, Они сеют Военные склоки, Набивая на этом казну, Создают Всевозможные Блоки, Но задачу Решают Одну Разобщить, Отравить, Уничтожить И грести Свои денежки Сласть, Чтобы множить И множить И множить Безраздельную Высшую власть. Ну а те, Кто им продал Душонку, Будь то Спикер Или важный Сенсей, Ясно Даже любому Ребенку Наплевали Давно На людей Этот сговор Безмерно Порочен, Им Никак Не насытится Впрок, Должен Очень суров Быть И точен Им Единожды Данный Урок. Вроде бы Жизнь Была Похожа На предыдущую, Вроде бы И дни И ночи Были Такими Как всегда Но все Уже Было Не так Налажен Быт И воздух Свеж И цвет Черемух Опьяняет Но в сердце Стыд В душе Мятеж И все Свой Прежний Смысл Меняет И день Как день И ночь Как ночь На предыдущие Похожа Но жизнь Как тень Несется Прочь Все наше Прошлое И тоже И разум Стыл И слог В тисках Звучит Как выцветшая Нота И свет Не мил А на висках Кровь Проступает Вместо Пота Ну так как мы Понимаем Что собственно Все у нас Идет По кругу И когда-то Уже Что-то Подобное Было История Вращается По кругу И время Льется Как вода Из крана А наша Жизнь Что так Привыкла К цугу Несется Вскач По воле Атамана Уже весна Почти что На пороге Готовые Песни Буйные Капели Но как В плохом Нескладном Эпилоге Надежды И мечты Прибились К мели И у ольхи Едва Курчавит Крона И солнце Как фонарь С подбитым Глазом Угрюмый ветер В роли Цицерона Вещает Бурю Всей планете Разом Но никого Похоже Не пугает Вселенская Природа Откровения И шар Земной По-прежнему Летает Надеясь На счастливое Спасение Да, ну осталось совсем немного Вот еще такое стихотворение Тоже у кого-то прочла стихи в интернете Которые начинались со слов «Москве апрель» Похоже у Ирины модные И написала с Варей В Москве апрель Кудрявятся листва В пустых и молчаливых ныне парках Не видно птиц на колокольных арках Весна в провал вступает очень балка Спустя, как говорится, рукава В Москве апрель Но что греха таить? Когда такое, в принципе, бывало Ни по кольцу Ни даже по овалу Ни по речному водному каналу Нам некуда Пока что всем спешить В Москве апрель И хочется скорей В Сокольнике В тенистой аллее Где солнце по-весеннему Аллеет И жизни вкус И ярче, и острее Вдали от суеты и скоростей Апрель, дружок Ну что же ты, апрель Хотя ты, впрочем, вовсе не виновен В том, что наш мир Отчаянно греховен И в чреве политических жаровин Пересекает смерти параллели Ну вот У неба слезы на глазах Того гляди и дождь прольется Его спустить на тормоза Погоде еле удается Обескуражен тихий лес А парк наоборот на взводе Неспешных капель полонез Уже звучит во всей природе И молча, кутаясь в листы Дрожит дерев, замерзших стая И фонари До слепоты Горят Тепла не излучая Ну вот И мы подошли уже, собственно, к маю Уходит май, смывая все следы Как будто бы приносит извинения За то, что в нашей жизни Не лады Что жизнь саму Хотят предать забвенью Смывает свет В разросшихся садах И прорицает призрачное лето Вселяя в наши души Легкий страх И полное отсутствие ответа Лишь на один трепещущий вопрос Надежды Или долгие печали Воскреснем Или все пойдет в разнос Все то, чем души пылкие дышали Какая невесенняя тоска Молчит природа Словно бы в отказе И только дождь Пронзает облака В глубоком Необузданном экстазе Весна прошла Как будто мимо Хотя была До боли рядом Она в период карантина Доступна больше Только взгляду Но мы слагаем Песнь рассвету И рады Пышному закату Хоть понимаем все При этом Что приближаемся К диктату Что в этом мире Грязно пошлом Идем по камест По привычке Не веря Что почти что В прошлом Жизнь Заключенная В кавычки Не хотите сейчас спеть Хорошо В конце лета Ну и дальше У нас Как бы мы подошли уже И я написала следующее Но в связи со всем Что происходило весной Уповаю на лето И прохладу реки На березы палеты На весомость строки Уповаю на разум И друзей и врагов На прощение Разум И обид И долгов Уповаю на вечность И загадочный рок На любви Бесконечность Что дарует нам Бог Ну вот Первый год закончился Кто хочет спеть Друзья Татьяна Гордиенко Давайте